Быстрецкая, Кольная, Тимуровцев – это только часть адресов, с которых поступают жалобы на выбросы вредных веществ в воздух. Больше всего их из микрорайона Дашкова песочня. Из-за таких выбросов людям ни окон открыть, ни по улице прогуляться. С этого обращения начался личный прием граждан природоохранной прокуратуры совместно с мэром города. В ведомстве ожидаемо ответили, что заявки людей принимают по телефону 55-00-41, а проверки проводят. Были отработаны конкретные предприятия, и это помимо того, что мы направляли для отработки в органы контроля, это и Министерство предупользования, и это и Роспроднадзор, помимо этого, еще и прокуратурами были выявлены предприятия. Значит, были выявлены конкретные источники загрязнения, неучтенные источники выбросов, в том числе и от литейных производств. В том числе нарушения были выявлены и градоображающих больших предприятий. То есть это все было выявлено, это все было оценено, и люди, руководители, юрлицы понесли за это ответственность. Другое обращение казалось шин во дворе. А рязанцы пожаловались, что эти отходы четвертого класса опасности люди зарывают в палисаднике около своих домов. В части городов это и вовсе запрещено, говорят жители. Вопрос в том, будет ли бороться с этим Рязань. Мэр города Елена Сорокина ответила, что попытки уже были. Давайте мы еще раз устроим такую общественную дискуссию и какое консолидированное мнение, чтобы не ущенить ничьи абсолютные интересы. И тех, кому нравится, и кто там вкладывает душу свою, и тех, кому не нравится. Давайте так, чтобы компромисс какой-то мы нашли. Обсудили и свалку рядом с химволокном. Активисты говорят, что уже несколько лет на этой территории что-то происходит. То есть мусор и отходы туда ввозить запретили, а машины появляются постоянно. Плюс рядом течет речка Листвянка. Сотрудники природоохранной прокуратуры ответили, что они уже направили материалы о возбуждении уголовного дела на директора организации. Проблема была в том, что сам комплекс постоянно передавали от одного юрлица другому. Поэтому первая обличительная мера, которую наложила прокуратура, заключалась в том, что до исполнения решения суда передавать комплекс запрещено. Было направлено исковое требование прокуратуру о вывозе отходов к той фирме, которая является собственником данного имущественного комплекса. Генеральная прокуратура Российской Федерации была согласована внеплановая проверка Ростехнадзоров межрегионального, который провел проверку по данным имущественным комплексам. Штрафы доходили до 400 тысяч рублей. За незаконное использование земельного участка по ряду исков сумма доходит до 26 миллионов рублей. Сейчас Росприроднадзор проводит проверку, чтобы понять, какой ущерб был нанесен природной среде. Есть предложение раздробить саму территорию в 136 гектаров и отдать в использование другим предпринимателям. В ходе встречи оказалось, что на многие вопросы природоохранная прокуратура реагирует, просто не все освещает. Поэтому Алексей Секин принял решение, что о работе ведомства нужно говорить больше. Валерий Седов, телекомпания «Город».